Теплый ноябрь не загоняет детей в зал. Уроки физкультуры в 15-й гимназии днем проходят на улице. Теперь на благоустроенной спортплощадке. Ее построили пять лет назад. За эти годы здесь провели сотни уроков и турниров. По покрытию пробежали тысячу детских ног. Естественно, площадка уже нуждалась в ремонте. Ее обновили капитально, сделали ограждение, новое покрытие, установили ворота, нанесли разметку. Есть острая необходимость в данной площадке. В этом году у нас был введен новый дополнительный корпус. Количество детей непрерывно растет. Из планируемых четырех первых классов в этом году мы набрали семь первых классов. Поэтому эта площадка у нас сейчас эксплуатируется фактически круглые сутки. Даже уже сегодня, в ноябре месяце, у нас проводятся здесь уроки физкультуры, начиная со второго, третьего урока, когда уже солнце выходит. А когда заходит, над площадкой зажигают фонари. Их установили во время ремонта. После шести вечера, когда уроки заканчиваются, сюда приходят жители микрорайона Макаренко. Она открыта для всех желающих заниматься физкультурой. Новую жизнь получила и спортплощадка на Донской, на территории 12-й школы. Площадка вообще была построена в 2008 году. Понятно, что за 11 лет она поизносилась. И вот этим летом, в 2019 году, произвели капитальный ремонт этой площадки. Здесь было повреждено покрытие. У нас было полиуретановое покрытие. Понятно, что за 11 лет оно пришло в негодность. Здесь пришли в негодность стойки баскетбольные, ворота, ограждения. То есть все это было отремонтировано. Теперь заниматься спортом стало еще комфортнее. Говорят дети, на уроке физкультуры они не идут, а бегут. А еще здесь тренируется секция по волейболу и футболу. Я лично очень доволен, потому что раньше, ну, тут было очень старое покрытие. Сейчас тут песок и искусственная трава. Сейчас, когда здесь бегаешь, даже приятно. Почему-то, ну, на открытом воздухе, не знаю, проще. Да, быстрее бегать. Капитально отремонтированная площадка стала большим подарком не только для школы, для всего микрорайона. Сюда по вечерам приходят жители соседних домов. Конечно же, очень важно, чтобы площадки приходили к людям, сами площадки были максимально доступны, чтобы можно было в любом районе, в любом микрорайоне просто выйти на улицу и за 3-5 минут дойти до любого объекта физической культуры и заниматься спортом. И тогда, я думаю, благодаря этому, конечно же, все больше и больше количества сочинцев будут предпочитать заниматься спортом. Всего в Сочи за последние годы построили 47 таких спортплощадок. Большинство на территории школ. Их строили по краевой программе. Пока обновили и благоустроили 15. В течение ближайших двух лет в планах обновить и остальные.